Друзья, всем привет! Неделя за неделей летят очень быстро. Вот еще одна очередная пролетела. В плане оздоровления от кандидозы она была у меня очень мощной. Много всего нового попробовал. На той неделе в субботу и воскресенье у меня были очистительные процедуры, метод Чингисхана, содовая ванна, кружка эсмарха. И в понедельник у меня был срыв на всякие пирожные из пекарни. После этого в следующие дни вроде так стабилизировалась более-менее. Ближе к концу неделю была такая очень очень большое искушение было перед тем, чтобы наесться в пекарне. Но я как-то его так вот сумел надломить. Благодарю вас за поддержку. Она очень немаловажна. Немаловажную роль играет. У меня отдельное видео есть на эту тему. Так что под название можете посмотреть более подробно. Если интересно будет, посмотрите. Там как раз про то, как я удержался, рассказываю. На этих выходных устроил себе очистительную тоже программу. На этих выходных, кстати, в Москве был Веконфест. Сергей Доброздравен устраивал. Я все думал, маялся, как бы и совместить одно и другое, третье. Но в итоге вчера день посвятил сыну. Мы с ним гуляли, классное время проводили. А сегодня я посвятил время Пракшалане. Ну давайте сейчас по порядку. Во-первых, очистительная программа у меня началась в ночь с пятницы на субботу. Я попробовал первый раз в жизни очистительный способ коньяка и касторки по рассказу, по рекомендации Виталия Островского. Классный способ, мне понравился. У меня тоже отдельное видео на эту тему есть, как я готовлюсь, но результатов нет. Сейчас быстренько расскажу, что получилось. К двум часам я в итоге выпил касторку и лег в итоге половина третьего ночи. Утром проснулся в 7.20. Сам проснулся от того, что нужно было сходить в одно место. Касторка подействовала. Я проснулся, пошел. В принципе, этот процесс контролируемый. По крайней мере, у меня. И довольно-таки быстро так я отделался от этого дела. Где-то за час, наверное. За час все эти результаты касторки, все действие касторки закончилось. И, можно сказать, весь день был свободен. В тот раз, в первый раз, когда я касторку пробовал на прошлой неделе, я пробовал ее без коньяка и в течение дня. И касторка точно так же подействовала через 4-5 часов, но в течение дня это не очень удобно, потому что ожидать надо, готовиться, быть готовым ко всему. Не очень удобно. А тут утром сразу раз встал, отделался и целый день свободен. Причем, классный эффект, классное очищение. По самочувствию все в порядке у меня было. Ничего такого не могу тут сказать. В воскресенье от меня Андрей. Молодец, благодарю Андрей за то, что подсовываешь мне такую идею про кшаланы. Рекомендовал мне много и много информации про нее скинул. Благодарю, потому что как-то у меня на эту тему какой-то ментальный блок был. Может быть, тоже неспроста. Как-то вот слышал я это слово много раз, что это очень эффективная стратегия, такое ощущение. Но как-то отмахивался все время и наконец-то сегодня решил попробовать. Ну, не знаю, успешно или не успешно, но в принципе, наверное, в какой-то степени успешно она у меня прошла. Никаких, то есть там смысл в том, что безупречный результат это когда... А, ну давайте по порядку, наверное, непонятно о чем речь. Пьется большое количество воды, 2-3 литра воды с содой или с солью, вот, и делаются упражнения. Пьется эта вода где-то в течение часа, наверное. Вот, ну и упражнения тоже делаются параллельно. Стакан воды, там упражнения, стакан воды и упражнения. Вот, потом пьется вода чистая. И тоже делаются упражнения. Делается массаж живота. То есть, как бы, смысл в том, чтобы пропустить вот этот вот сначала очистительный раствор соды или соли через весь пищеварительный тракт, начиная сверху, да, донизу. Вот. И потом то же самое пропустить в воду. В воду для того, чтобы зачистить это все. Идельный вариант это тогда, когда, ну вот, как говорят, рассказывают. Все. Люди, которые ведут здоровый процесс жизни, они говорят то, что йоги умеют это делать так, что на выходе, там, получается, чистая вода. Да, то есть, они пьют воду, да, в конце. И у них в конце выходит чистая вода. Это идеальный результат. У меня такого не было. У меня получилось как. Я там вот много разных видео послушал, Андрей скинул. Благодарю, Андрей. Очень, очень мне помогло это. Потому что самому как-то, как-то, ну, конечно, тоже можно искать там. Но когда все готовое, взял, прочитал инструкцию и начал выполнять это очень удобно. Благодарю. Ну, кстати, вот, да, если тоже интересно, вам будет, заходите в группу Андрея Кандида Астения. Вот, там все ссылочки есть и темы. Темы про Кшалан тоже есть. Вот, как раз я там и смотрел, это и описание, и видео оттуда смотрел. Вот, я воспользовался таким способом, что выпивал, ну, во-первых, я выпил 3 литра воды с содой. На каждый литр я размешивал по столовой ложке соды без верха. Ну, это где-то, наверное, грамм 20. Вот. И потом, затем я выпил 2 литра обычной воды, дистиллированной, из-под обратного осмоса. В итоге, выпил 5 литров за где-то часа, наверное, 2. Вот. Диву можно, конечно, удивиться. Я смотрел, у меня на кухне 5-литровая такая баклажка стояла полностью с водой. Прям очень много, конечно, да, так вот. Кажется то, что ничего себе. Вот это да, емкость какая вошла. Вот. И я пил как? Первый литр я выпил сразу. Начал там делать, да, эти упражнения. Потом пил по пол-литра. По пол-литра. Ну, и выпил пол-литра упражнения. Довольно-таки долго у меня это все заняло. Времени, наверное, я не знаю, часа 2-3. Наверное, 2,5-3 на это все потратил. А под конец очень сильно ослаб просто. Ну, я еще плохо спал и эту ночь, и предыдущую ночь. Вот. И в 3 часа дня трубился, проспал, там поставил себе будильник. Еле потом встал. Очень такая слабость была сильная. И, ну, в итоге, что у меня, да, как? Получилось. Вода у меня начала выходить, проходить насквозь. Ну, где-то начиная с 4-го литра. Я прям действительно удивился. То, что ничего себе. Вот как-то вода прям проходит. Надо же. Вот. И, ну, где-то с 3,5 литров, наверное, да. И до 4,5. Последние пол-литра я выпил с таким довольно-таки большим трудом. Как бы больше не лезло. Вот. И после того, как я это выпил, вода перестала идти. Вот. Ну, то есть, в желудке вроде как воды не было, она прошла. Но так вот застряло, получается, в... Внутри, там, да, наверное, в тонком кишечнике. Вот. Там читал всякие способы, как можно, да, там это починить, скажем так. Вот. Ну, вроде как, там бывает газовая пробка. У меня не было, как я понял. Ну, бывает то, что, ну, в принципе, так как первый раз, да, и там еще все, в общем, большой налет, да, на кишечнике. И это, соответственно, может очень плохо проходить. Вот. Ну, в принципе, как бы, главное то, что оно у меня прошло. И, ну, по моим таким субъективным ощущениям, ну, наверное, может, около литра вышло через прям то место, которое нужно. Вот. Ну, не знаю точно, как это померить, просто вот так по ощущениям. То есть, как бы, да, действительно выходило. И причем такая хорошая струя была. Вот. Так что техника рабочая. Ну, надо как-то просто приспосабливаться. Вот. У меня не получилось еще. Я не успел эту технику Пракшан Пракшалана сделать с 9, там, с 5 до 9, когда кишечник наиболее активен. Вот. Ну, дело по возможности позже. Может быть, тоже это как-то сказалось. В общем, такая неделя у меня была хорошая, оздоровительная. Я решил сейчас пока есть фрукты, потому что как-то хочется удовлетворять сладкий вкус. И вот как я на той неделе говорил, да, люди, они по природе сладкоежки и очень сложно вообще, очень сложно и психологически находиться, да, вот в таком состоянии без сладкого. Вот, поэтому. Ну, тут главный принцип, как я сейчас использую, это есть сладкое натощак. То есть, мед, например, если мед, хорошенько наестся только утром. Без орехов, без всего, натощак, там, с водой или просто. Потом фрукты тоже перед всем остальным, ну, после меда, там, какое-то время подождать. Вот, и дальше уже в течение дня сладкое не нужно кушать. И таким образом, вот, при таком подходе газообразования никакого не появляется. Ну, у меня еще было, такие, такое, раздельное питание было в течение дня. И, как бы, белки я там ел, и животную, продукцию животного происхождения добавил. Ну, потому что как-то почувствовал то, что надо как-то, может быть, да, там, чуть-чуть поднаесться. Я, конечно, на эту тему слушал Константина, не помню, как фамилия, про белки. Ну, это из серии, как бы, не вегетарианства, а с противоположного мира. Вот, ну, как бы, мир у нас в городе, он такой пересеченный, поэтому нужно информацию черпать оттуда и оттуда. Вот, и выбирать для себя самое, самое лучшее. Да, то есть, как бы, не нужно верить всему на 100%, нужно просто смотреть по себе. И по крупицам, по крупицам выбирать для себя жемчужины. Вот, ссылочку я приложу на это видео тоже, так как бы, для информации полезно. Там узнал о том, то, что, вот, как бы, все едят обычно, привыкли к гусин, к куриным и перепелинам яйцам. А вот, Константин там рассказывает то, что самое ценное – это гусиные. Гусиные, потому что гуси, курица ест все подряд, ну, и, соответственно, она не очень чистая. И, как бы, да, белок у них очень чистый. А гуси, они такие избирательные. Вот, и в этом смысле это кролики, которые едят не все подряд, а морковку и капусту. Вот, мясо более чистое. Чуть переместился. Ну, в итоге, да, в итоге, вот, на этой неделе я, получается, как бы, добавил такую продукцию в животное происхождение. Вот, утром фрукты и на выходных, ну, начиная с пятницы, в пятницу у меня был разгрузочный день такой на овощах и фруктах. Вот, по совету Андрея, благодарю Андрей, как бы, он подсказал то, что для того, чтобы кашан-про-кашала не подготовиться, нужно посидеть денек на овощах и фруктах. Вот, и, получается, у меня пятница, суббота и воскресенье были, ну, сыроедные, да, стопроцентные, можно сказать, сыроедные. Только овощи, фрукты, мед, вот, ну, и из таких еще добавок сладких, там, стружка кокоса, кокосовая паста. Вот, никаких орехов, ничего такого вареного я не ел. После шан-про-кашаланы, в воскресенье, вот сейчас, сегодня, я поспал, получается, потом попил березовый сок. Кстати, на этой неделе еще начал собирать березовый сок, у нас тут в Москве он сейчас идет. Вот, и последние 3-4 дня и, типа, активно пью. То есть, да, что я говорил, после шан-про-кашаланы я поспал, потом попил березовый сок, вот, поел мед. Кстати, еще такая штука, то, что у меня была слабость за счет меда. У меня была слабость, ну, из-за того, что я сегодня особо не выспался. Так, энергии было мало, а перед шан-про-кашаланой там кушать тоже нельзя, нужно с вечера, с предыдущего дня, там, после часов пяти не кушать. Вот, и у меня поднакопилась слабость, я подумал то, что, ну, ложку чайную меда, там, полторы съем для того, чтобы немножко энергии себе поднять, в общем-то. И хорошо помогает. Тоже потом, в течение того времени, когда делал шан-про-кашалану, энергия, в принципе, была. Вот, после того, как сделал, так ослаб довольно-таки сильно, там, выматываешься очень сильно. Вот, и тоже решил ложку чайного меда съесть, потому что, там, позже нужно будет пить воду, когда захочется, через час. После того, как все клапаны в желудочно-кишечном тракте закроются. Вот, и после этого я еще, ну, я, получается, вот, попил березовый сок и чуть попозже съел две морковки и свеклу. Это для того, чтобы заселять, там, симпатическую микрофлору. Вот, ну, и после этого я поел еще фрукты. Фрукты, это виноград, яблоко, апельсин и половинку банана. Вот, и, в общем-то, довольно-таки так хорошо это все пошло. Приправил это чесноком, имбирем и, а, ну, кстати, еще до фруктов, до овощей я поел меда с, мед такой, забрус, забрус плюс имбирь, плюс чеснок, плюс хрен. Довольно-таки много съел, вот, ну, как-то энергию восстанавливал, видимо, как-то надо было восстанавливаться. Ну, в итоге, да, вот такой вот опыт у меня получился первый. Интересная техника, но выматывает, не знаю, не знаю, надо как-то учиться, так, не очень сильно уставать, выполняя эту технику, но, может, со временем это придет. Ну, на этом я, друзья, думаю заканчивать. Что-то хотел еще добавить, секунду подумаю. Ну, еще так просто добавлю, просто то, что после касторки, вот тогда, когда ночь у меня была, на утро я еще выпил сорбент, полисорб, ну, для того, чтобы, как бы, собрать в кишечном, в желудочно-кишечном тракте вот эту всю патогенную микрофлору. И сейчас, думаю, тоже на ночь, наверное, есть смысл сорбент опять закинуть для того, чтобы очищать пространство. Друзья, на этом я заканчиваю. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok